Всем привет, с вами Артур и мы продолжаем проходить Assassin's Creed первую часть и движемся убивать Робера де Сабли опять же и без перерывов на этот раз на отдых и общение с Аль-Муалимом, то есть просто нужно нам сейчас выбраться из города и отправиться в новую локацию. В целом, наверное, нужно это делать, используя лошадку, то есть, помните, когда я говорил, типа, последнее путешествие по королевству, но это было, видимо, не совсем последнее путешествие, ну, как бы это путешествие, вот это путешествие как бы и не назвать, поэтому я его особо и не упоминал там в начале игры, когда мы начинали проходить, и, ну, попробуем сделать все коротким путем, чтобы долго не скакать, Поэтому, я думаю, большую часть этой части будут занимать бои с тамплиерами и этими чербанами, не помню, как их зовут, но, в общем-то, это и не важно. В любом случае, сейчас выберемся из города таким своеобразным способом, уже странно, что она стража не видит, мы тут висим, можно сказать, на этих балках, и не заметить это очень сложно. Но, в любом случае, сейчас главное найти лошадку, тут где-то конюшня, вон она, конюшня, берем лошадку и скачем, возьмем, конечно же, белую, с чего начинали, тем и закончим. Правда, на белой можно застрять немножко, но, да ладно, я думаю, в этот раз это нам не грозит. Один глюк игры, это все же ничего не значит, потому что со всеми играми что-то бывает такое, и не только с играми. Мы, в любом случае, покидаем город, и, как видите, сейчас можно выбрать, куда мы хотим отправиться, то есть Акро, Дамаск, Массиаф или Королевство. В первый раз я выберу Королевство, но потому что я просто не мог проверить карту, ну, главную из всего Королевства. Если вы отразили мощную атаку, враг будет уязвим. Прикончите его, подбив ему ноги или бросив на землю. И вот сейчас вот мы посмотрим, как нам ближе в Арсув добраться, то есть нам нужно сейчас будет вернуться в город, а потом из города выехать, попробовать, ну, нас спросят, куда мы хотим отправиться. Мы отправимся в Акро, потом из Акро выйдем, и мы будем уже почти рядом с Арсувом. Это, конечно, немножко муторно, но всё же, я думаю, это быстрее, чем скакать по всем этим локациям из одной части карты в другую. А то там ещё возвышенности появятся по пути, их собрать. Главное в бюро, а не телепортироваться, а то ещё из города пришлось бы выбираться. Если вы сорвётесь, короткость, хватайтесь за уступы. Так, ну что ж, выбираемся из города. Ну, вот и всё, наши махинации, я думаю, увенчались успехом, и теперь вы близки к цели. Когда я первый раз проходил, я, по-моему, скакал, это было не очень круто. А теперь можно вот так, правда, тут прохода нету, поэтому влезу немножко маленьким кружочек сделать. Как я мог не разбить на лошадки эту кучу воинов, которые идут в рядок? Тут очень много, кстати, стражей в данный момент. Может быть, её и так было много, просто не замечалось сильно. Поскольку тут сейчас у нас, можно сказать, ожесточённые бои, сражаться нам придётся очень много. Так что, если у вас проблема с контратаками или ещё с чем-то, вам будет сложновато. Если за вами наблюдает встревоженный стражник, вы должны немедленно исчезнуть. Так, ну что ж, пока можем скакать-скачем, нам всё же продвинуться нужно 200 метров, 260. И пока мы вот сейчас не убьём этих стражников, никуда мы дальше не сойдём, что печально. Так что, придётся планомерно всех вырезать, продвигаясь по метрам 20-30 вперёд. Правда, сначала у нас тут очень даже простые враги. Можно лошадку не брать, потому что тут постоянно будут преграды. Я, тем более, вот тут не проехать уже, так что всё пешком. Печально нас так скинули, хорошо, что не на эти острые поли. Ну и там ещё, наверное, лучник, откуда-то стреляет, насколько я вижу, стрелы. Хорошо, что ворог многое нет, отчасти прикрывает нас своими спинами. Хотя они попадают по нам тоже, очень даже неплохо. Так что, лучше где-то прятаться, если видите, что там стреляет. Так, ну что, он последний, я думаю, можно, наверное, лучника не убивать. Так мы движемся дальше. Насчёт продвижений по метрам 20-30 я, честно, не врал, и врагов тут и правда много. Пинки раздаём, уворачиваемся, делаем контратаки. Уворачиваться можно нечасто, не особо нужно. Контратаки и спинания лежачих, это сокращает время этого уровня, потому что начать, правда, длинный. Что потом ещё с Робером драться, но это всё долго-долго. Хорошо, что короля Ричарда только убивать не надо. Непонятно, зачем на этом уровне поставили, как атмосфера тумана. Ну, нет, атмосфера тумана, но туман. Потому что, как бы он не особо, то что ли, сомневается, как бы сказать. Может быть, а, нет, может быть, это не туман, может быть, это дым. Ну, я не знаю, тут что-то жгут или что-то. Ну, выглядит, что идёт из земли, то есть, вероятность, что это будет туман. Или, я не знаю, что это очень выглядит странно. Ну, видите, пока мы только сражаемся с этими червонами, а потом ещё Плиеры с другой стороны будут. То есть, мы сейчас сначала идём с той стороны, откуда шли эти, потом пойдём с той стороны, где там Плиеры, и там уже найдём этого опыта. Ну, это всё неплохо, я помню, первый раз играл, мне очень понравился этот уровень. Возьмён такой, ну, не знаю, никакой, но всё же, что-то тут уже какой-то экшен-вежуха происходит. И всё это кажется крутым, когда ты 9 целей там убиваешь, и это не особо тебе хочется делать уже где-то на седьмой, шестой. Ну, ладно, восьмой, может, я не знаю, честно, но на какой-то такой. Так, нам осталось 90 метров встать, и тут, о боже, скупи. Напрыгало. Ну, наконец-то контратакой попал по кому-то хотя бы. Возьмём, параметры, королев, ухудшись! Тишка! Возьмём! Поверь! Попал! Беги, пока можно! Два круга. Окружили двойным кругом. Так, еще один, еще один. Но вот этот был плохим. Вообще-то машет, надо было бы ему сейчас ударить, чтобы он не расслаблялся. Хотя, бедные люди, у них нету двадцати квадратов здоровья. Так, грустно. На Аллах проткнули. Ох, ну мы близки к концу этого дела, я не знаю. Не хочу даже комментировать все это, потому что, ну, бой есть бой. Просто ничего особенного тут не происходит, и даже ничего и не посоветовать. Делайте все как всегда. То есть, если вы дошли до этой части игры, я думаю, уже драться умеете. Со всякими солдатами, стражниками. Наконец-то их двое осталось, сейчас я тут еще напорился. Ну и все, попало. Так, ну а теперь, наверное, еще придется немножко с тамплиерами посражаться. Как я говорил, мне кажется, что тамплиеры сильнее этих арабов или тюбанов. Но, может быть, и не сильнее. Но мы сразу в толпу, конечно же. Надо было ему пинка дать, чтобы они сразу настроились, что их отходом дали по щечкам. Могли бы толпой нападать сразу. Тогда бы вряд ли Альтаир бы так по одному бы их вырезал спокойненько. Так, наверное, конечно, немножко двигаюсь. В ту сторону, куда нам нужно, чтобы потом не бежать. Хотя бы тут у нас уже сейчас будет стена. Так что, выбора у нас нету. Нужно уничтожать врагов, которые тут. Потому что иначе они удают уйти. Самое приятное, когда выходит серия убийств. То есть, как бы, одного убили, второй сразу нападает. Мы его заваливаем, пинаем. А после пилка сразу нападает следующий. Так, быстренько они умирают. И, конечно, здорово, если их обвиняют, состоят, думают бить. Убить это немножко раздражает больше всего, наверное. Но, похоже, их и осталось другое. Так что, последние приготовления. Если, конечно, там еще не будет толпы, которые придется убить, прежде чем... Может, это оружие убралось, я тут некуда бежать. О, да. Ну нет, тут уже будет диалог. Не приближайся. Продолжитель, я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салахад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори-то поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Что ж, движемся к нему. Он так не говорит. Робер де Сабле. Мой лейтенант? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пал от ваших рук. Это я убил их. На то были причины. Выслушайте меня. Рильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарниеды на плус. Он сумел был внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибрант. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель. Перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причины лгать. О, есть. Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робер. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все лишит поединок. Несомненно, Бог будет всем, чье дело правильное. Если вы этого желаете, желаю. Да будет так. Хороший. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Продолжение следует... 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 Что ж, ну вот и все, мы выходим из Анимуса, но пока что. Я сказал, встать, черт возьми! Слушай! Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмон? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой, и я их не приглашал, это уж точно. Доложите ситуацию. Мы под обстрелом. Вы сдержите их, или мне эвакуировать пленников? Пять или шесть. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд. Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатии? Бросьте вы! Ладно, скоро им всем придет конец. Вот, послушайте. Угроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд. Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее. Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим. Да, можно идти отдыхать, но я думаю, вначале мы, конечно же, используем наш код доступа и немножко походим по всему этому офису, комплексу. И посмотрим, может, найдем еще какую-нибудь информацию, но на самом деле ничего мы не найдем особого, кроме пары сообщений, по-моему, в компьютере Люси. Вот тут будет, по-моему, где-то код доступа к той двери, которая ведет в ту комнату, которая напротив. Но, может быть, не сейчас, точно не помню. То есть, возможно... Сейчас мы только прочитаем, наверное, сообщение, и после этого пойдем спать, чтобы на следующий день игры... Ну, на следующий день игровой игры... Ну, там видите, исходящее одно, по-моему, появилось, удаленное одно. Да, ну и в любом случае, да, можете почитать, если есть желание. Когда уже пройдем основной сюжет за Альтаир, еще немножко после прохождения походим по этому комплексу, у нас будет немножко новое видение этого всего комплекса. И, ну, на этом прохождение уже закончится. То есть, вот эта часть у нас предпоследняя и следующая у нас заключительная будет. Не знаю, выложу ли я, ну, как получится выложить сразу две последних, ну, вот эту и последнюю, или как-то будет что-то на следующий день. Но, в любом случае, будет, и... На этом будет все, поэтому первому Ассасину Криду... Не знаю, буду ли я делать сразу вторую часть после первой, потому что... Ну, не знаю, нужно сделать, наверное, какой-то перерыв, потому что... Слишком много Ассасин Крид играть нельзя, потому что он может утомить свои... Ну, хоть и с интересными за Ассо-квестами, но однообразности, что лазишь, прыгаешь, бегаешь. Это как, в принципе, Асси играть постоянно, если проходить, то как-то все начинает казаться одним и тем же. Ну, кстати, у нас уже есть ключик, так что я не помню, когда мы его нашли. Это в прошлой какой-то части, но, в любом случае, тут есть еще тоже компьютер, к которому у нас тоже нет, по-моему, кода доступа, и так что... А, ну, смысла сюда идти никакого нет. Тут, конечно, ищу по всем шкафчикам этот код доступа, но он у доктора в кармане, который мы так и не обчистили, что печально, на самом-то деле. Такие вот мы без доступа, хоть двери можем открывать, но... Открывать двери и нету возможности, когда пользоваться компьютером с данными, это бесполезная привилегия. Что ж, в любом случае, на этом часть заканчивается. Всем спасибо за просмотр и удачи. Пока, увидимся в следующей...